Скоро будем заканчивать, успел. Интересная история приключилась с самым ранним железовским абрикосом. Заметили, он называет себя как абрикосы железовские. Мне это приятно. После прививки на подвое, привой где-то на высоте 40-50 см. Так, расходится буквой В. Так, вот правая ветка из этой разведки была самые ранние плоды месяц назад. А левая ветка так и стояла с зелёными плодами, которая поспевает только сейчас. А-ля-ля. Создаётся впечатление, будто на дерево привито два сорта, но на самом деле этого нет. Что за аномалия, сталкиваюсь впервые, интересно попробовать плоды левой стороны и сравнить с правой. Перед вами поздравляю. В том, чем меня по морде, по морде, по морде. Химера перед вами, поняли? Химера. Сколько лет это у дерева проживёт, не знаю. Какая из них победит, не знаю. Это вы будете рассказывать. Вы понимаете, вот у меня таких примеров десятки. А я снял десятки фильмов. Именно на эту тему. Называется витативная гибридизация. Та, которая на свете не существует, которая состоится уже на ухе. А и вот. И вот ещё ваш пример. Вот. И я просто выскорилшее мнение. Такие примеры должны подвергаться особому наблюдению. Например. Вот. Ну. Когда тогда человек придёт, возглавит Академию наук. Так. И будет дана команда. Где-то при каком-то крупнейшем университете, академии. Может быть даже Тимирязевской. Если ты там, они от неё не закроют. Потому что всё равно от неё толпу нет. Судя по выпускницам, которые ничего не умеют и не знают. Вот. Так. А, допустим, её не закрыли. Допустим, бульдозеры не сравняли. И там уже не строится, например, этот самый, какой, как он называется. Какой-нибудь очередной супермаркет. Вот. Гипермаркет и прочее. Допустим, он ещё есть. Приходит новый человек и поступает команда во все институты. А институты начинают работать с нами любителями, наконец-то. Они выступают по телевидению. Они учат тому, чего я вас сейчас учу. Причём именно так они обрискнут к концу, естественно. Вот. И одной из главных задач, главных тем будет, всё необычное должно преследоваться. Например, где вы живёте? Ага, чёрт его знает. Так. Ну, в принципе, ещё не поздно. Я ещё могу найти, где вы живёте. Так. Вот. И именно это дерево становится... До него не жалко, если там 500-300 километров от ближайшего научного учреждения. Специальный человек, комиссар чрезвычайный, придёт к вам. Вот. Извиняется, говорит, вы настоящий патриот. И вы нам дадите возможность изучать эти две ветки с разными характеристиками. Всё, оставь всю жизнь. Ну, если уж совсем мы вам мешаем, вот вам ещё 1000 рублей за каждое посещение. Вот. Чтобы нас пускали в дерево, и мы будем следить, следить. И потом мы возьмём с них веточки, перевьём левую. То есть, левую, они будут продолжать развиваться. Левую, это самое. С неё черенок. Правый черенок. Подвой. Тот же, желательно, тот же. Но где взять тот же подвой? А где вы взяли подвой? А если этот подвой, допустим, железовый? Ладно, мы дойдём железовый. Вот. И нам теперь надо закрепить это всё. Понимаете, что такое химера? Химера, она вообще считается короткоживущей. Она должна раз и нету, раз и умер, раз и умер. А успеть с этого, вот это должно быть одним из направлений. И вот так будут создаваться и схимер уже настоящая сорта и на века. Потому что они уже никогда погибать не будут. Понимаете, с чем я понял? Они никогда не будут погибать. Такие случаи изучать даже так, что ради такого случая не жалко комиссию посылать к вам, например. А таких примеров сколько я уже привёл? И все это не надо никому. Вы поняли, чем надо заниматься наукой? И это не шутки, это на полном серьёзе. Каждый пример, который подтверждает, что веки-демиград существует, должен быть изучен. А сколько бумаг тратится за... Вы думаете, там наука, это, прям буквально кипит в этих самых... Грустам записали, ты хусяцка. Дерево растёт, записали, растёт. Какие записали, записали, записали. Никто потом никогда, ни один человек, ни другой учёный, ни руководитель, никто никогда больше туда, где вот эти отчёты, вот такие растёт стопка, 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 по каждому сорту, чуть ли не каждый день, никогда больше не заглядят. Всё это пустое время, это называется имитация науки. А вот настоящая наука, вот она где. Вот она. Одна ветка дала ранние плоды, вторая только сейчас. Вот так вот, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok